Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать красивые ловушки из-за белых и из-за черных в дебюте игра Рамма Цукерника и еще в одной из так называемых ходилок, где некоторые варианты могут свестись как раз вот к этому дебюту. Значит, после ходов CD4, FG5, GF4, GF6, BC3, GH4 и размен белых на G5 возникает дебют игра Рама Цукерника. Дебют назван в честь ленинградских шашистов, мастеров Рама и Цукерника, так как они внесли наибольший вклад в теорию данного дебюта. Но здесь можно меняться, BC5, можно сыграть HG7, можно сыграть DC5. Мы рассмотрим ход DC5. Это партия Тельнов-Наприенков 1976 года. В этой партии черные очень красиво победили. Значит, DE3, HG7, хотим напасть, приходится белым меняться. Теперь захватываем центр, FE5, загоняем белую шашку на бортик и занимаем центр. В этой позиции белые ошиблись. CB4, напрашивающийся ход, но слабенький. Так как черные тут же нападают и у белых нет хорошего темпа, чтобы разменяться на B4. Поэтому белые закрываются, DC3, когда черные начинают атаковать. AB6, CD2, CD6, DE3, BC5. Вот в этой позиции белые допускают еще одну ошибку. Ход HG3 напрашивающийся, но в этой позиции черные очень красиво побеждают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти просто нереально красивый выигрыш за черных. Кто не видит, даю подсказку. Мы жертвуем целых три шашки и красиво побеждаем. Вначале отдаем шашку F6. Затем отдаем еще две шашки. И ставим рожон на поле C3. Белые еще сопротивляются, играют ED4. Но мы бьем две шашки на G5. И после того, как белые играют GF4, лучшего у них не видно. Ну естественно сюда бить нельзя, так как белые останутся... В принципе сделают ничью. Мы бьем просто на D6. И затем побеждаем за счет рожона на поле C3. Очень красивая идея, но не всегда она проходит. Теперь рассмотрим партию моего ученика Максима, игравшего черными. Против кандидатов мастера из Латвии под ником Эвертс. Значит CD4, FG5, GF4, GF6, BC3, GH4. Белые меняются на G5 и возникает дебют игра Рама Цукерника. Снова нападаем в BC5. Белые закрываются. И играем CD6. Вот здесь белые не сыграли GH6, они сыграли CB4. Так тоже можно играть. Черные меняются назад, делают так называемый отыгрыш. Ну и затем занимают центр. В этой позиции Максим разменялся. То есть стратегия черных занять центр, стратегия белых попытаться его окружить. В этой позиции у белых уже нелегкий выбор. На ход HG3 или FG3 последует ход EF4 с преимуществом. А допустим на ход Fe3, ну вот в этой позиции если HG7, и вот здесь если Fe3 сыграть, уже последует жертва и нападение GF6. Ну и на DE3 тоже самое. EF4 и GF6. И преимущество будет у черных. Эвертс красиво окружает, играет DE3. В принципе можно было пожертвовать шашку и напасть. Но здесь есть прием, так называемая штучка Кукуева. Этот прием впервые был найден шашистом Николаем Кукуевым, дважды серебряным призером чемпионатов СССР. В чем идея? На напрашивающиеся нападения B5 черные побеждают. Играем GF6 и проводим штучку Кукуева. Размен 3 на 3. Ну грозим пройти в дамки, поэтому белым надо играть ЕД2, единственный ход. Тогда ценой жертвы шашки прорываемся в дамки и побеждаем. Ну например, Fe3 идем в дамки и на ход ЕД4 ставим дамку именно на поле C1. Это единственные ходы, ведущие к выигрышу. В чем идея? На ход DC5 дважды нападаем на шашку и легко выигрываем. Если же в этой позиции белая играет HG3, тогда играем Fe7. Ну допустим, на ход GH4 просто играем ЕД6, затем отъедаем эту шашку и легко побеждаем. Вот такая идея была у черных. Белые проницательно разгадали эту ловушку и сыграли ЕД2. Теперь уже... Так, прошу прощения, не ЕД2. HG3 сыграли. То есть в чем идея? Видите, тут уже белые поставили ловушку. BA5, естественно, играть нельзя из-за несложной комбинации. Ну и белые легко побеждают. Поэтому Максим здесь играет GF6. Напрашивающийся ход, но он проигрывает. А правильно в этой позиции было играть BA7. То есть если BA5, мы просто меняемся назад с хорошей позицией. А если ЕД2, то после BA5 белые играют ДЦ3 и постепенно побеждают за счет окружения центра черных. Вот здесь выручают неожиданный прием. Я таких приемов не видел. ЕД4. Неожиданный ход. В чем идея? Грозим напасть, либо BA5, либо ДЦ3. А на единственный ход BA5 меняемся вот так вот 2 на 2 и позиция уравнивается. Это была единственная ничья за черных. А вот после хода GF6, да, напрашивающийся ход, но он проигрывает. Белые играют ЕД2. Теперь Максим красиво жертвует шашку, нападает сразу же на 2 белых и красиво отдает еще 2 шашки. Что-то подобное мы видели в предыдущем примере в партии Тельнов-Наприенков. Ну, здесь Эвертс разобрался и красиво опроверг этот план. Он играет FG5, затем проводит размен 2 на 2 и белые побеждают за счет лишней шашки. Вот такие интересные партии. Ну и сегодня еще хочу показать две легкие партии, которые я играл против международного мастера Всеволода Тетерина. Недавно мы с ним играли матч. Кто не смотрел, посмотрите. Стрим рекомендую. Борьба была интересной и острой. Значит, нам выпала жеребьевка дебюта CD4, HG5, GH4 и размен FE5. Такие обязательные ходы. Вот здесь, конечно, в этой позиции лучше всего, друзья, играть G6. В чем идея? У белых два напрашивающихся хода. После FE3 мы меняемся HG3 и у нас план игры завести шашку C7 на поле C5, затем связать центр белых и здесь у черных огромное преимущество, так как у белых застряла шашка A1 плюс очень ослаблен правый фланг. Поэтому большое преимущество у черных. Второй план. После нападения G6 за белых более логичный ход DC3 и размен 2 на 2. Но здесь у черных тоже преимущество. Можно сыграть FE5, можно ED6, можно AB6, можно AG7. И у черных сохраняется не у большого, но устойчивое преимущество. Их позиция более приятна. Так, но в обеих партиях и я, и Всеволод играли FE5. В первой партии я играл черными. Я разменялся FE5 для того, чтобы дать путь для развития отсталой шашки H8. Ну и далее в партии было BC5, BC3. Я занимаю центр, черные пытаются его окружить. Вот в этой позиции как раз все свелось к дебюту игра Рама Цукерника. И вот в этой позиции, конечно, правильно играть либо BA5, черные меняются назад, возникает дебют в косяк с примерно равной игрой, либо играть SG3. Здесь возникает интересная игра. А Всеволод в партии ошибся. Он быстро сыграл AB2 и я провел красивую разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Даже мастера, друзья, попадаются в эти ловушки. Так что Всеволод не первый. Комбинация называется капкан для дамки. Вначале пропускаем белых дамки, затем белую дамку ловим. Ну и далее еще в партии последовая FE3, уводим дамку на G7. Ну и допустим на ход EF4 ловить, видите, бесполезно. Потому что у черных будет лишняя шашка. Черные постепенно победят. А если белые в этой позиции играют EF4, как было в партии, то просто прячем дамку, как я это называю, в мешок. Видите, за черной шашкой спрятали. И постепенно побеждаем. Поэтому в этой позиции Всеволод сдался. Давайте вкратце рассмотрим план связанный с ходом HG3. Здесь возникает интересная игра. HG7 DE3 CB6 AB2 Значит, вот в этой позиции проигрывает ход BA5. Белые играют BC3. Ну и тут есть два хода у черных. Либо CD4 проводить вот такую комбинацию. Но здесь белые выигрывают за счет стандартного приема. Они играют CD2. бьют назад и затем отъедают шашку C3 с выигрышем. Второй ход возможный в этой позиции это GF6. Тогда белые меняются таким образом. Ну и эта позиция выиграна. Допустим AB6 GH2 BC5 CD2 CB6 DE3 BC5 GH4 DC7 HG3. Все. центр черных свачен им остается только сдаться. Вот что-то подобное мы увидим во второй партии с Всеволодом которую я играл уже белыми. Поэтому в этой позиции конечно BA5 проигрывает мячу красным. Правильно играть GF6. Белые нападают BC5. Теперь меняемся CD4. Значит у черных есть два боя. Если они бьют на B6 тогда у черных большое преимущество. на C7 тогда бьем на B6. У черных большое преимущество. Затем после размена бьем сразу же на D4 и грозим пройти в дамки. У белых поэтому есть два хода. На ход CD2 играем AB6 ну и допустим на ход DC3 здесь проводим комбинацию. Она несложная. И постепенно побеждаем. Если же меняться назад то у черных будет большое преимущество. если в этой позиции белые играют ED2 здесь тоже играем AB6 ну и после размены FE3 это единственный ход все остальное проигрывает. Но снова DC3 играть нельзя напрашивающийся ход потому что опять эта комбинация выигрывает. видите черные побеждают. А если белые меняются это единственный ход то после размены играем EF4 затем занимаем центр ну и у черных большие шансы на выигрыш. Поэтому в этой позиции правильно конечно бить не на C7 а правильно бить на C5. Здесь снова черные грозят пройти в дамки простые ходы допустим на CD2 черные проводят комбинацию отдаем 3 шашки и попадаем в дамки с выигрышем. После ED2 у черных опять преимущество играем AB6 ну и этот вариант мы уже видели приходится меняться таким образом вылазим в центр на F4 и давим соперника как клопа. Так поэтому правильно в этой позиции играть AB6 только за счет этой жертвы белые могут уравнять эту позицию затем играют CD2 DC7 играть плохо потому что у белых там большое преимущество но как ни странно выигрыша нет хотя допустим в книге курс шашечных дебютов Литвиновича Негра там указано что выигрыш у белых но там есть ничья за черных ладно этот ход плохой мы не будем его рассматривать правильно в этой позиции конечно возвращать шашку DE3 у белых два варианта взятия ну естественно нельзя бить на B6 потому что черные попадают в гамки и легко побеждают поэтому после жертвы правильно бить на F4 и вот здесь у черных в принципе два логичных хода либо CB4 ну и здесь партия постепенно завершается ничьей а вот напрашивающийся ход CD4 ход кажется сильным то есть вроде бы центр но здесь побеждают уже белые они играют AB4 и у черных плохо на FG5 следует жертва BA5 и AB6 белые проходят дамки и по-моему здесь ничьей у черных нет ну может и есть ничья я не помню но позиция очень плохая у белых большие шансы на победу а вот после хода BA3 так после хода DC7 белые играют BA3 и снова побеждают то есть на ход FG5 следует красивая присоска и комбинация BC5 ну приходится бить на поле E3 тогда белые играют просто AB4 попадают дамки ну после размена дамки белых у белых остается лишняя шашка поэтому они здесь легко побеждают так давайте теперь перейдем ко второй партии значит во второй партии снова возникла эта ходилка CD4 HG5 значит покажу CD4 HG5 GF4 GH4 FE5 вот такие ходы были побили Севолод тоже разменялся FE5 загоняет меня на бортик играет BC5 я играю BC3 здесь черный играет AG7 теперь уже комбинация которая была в предыдущей партии она невозможна снова черные занимают центр белые его пытаются окружить здесь уже можно вывести шашку А1 так как комбинации нет Севолод развивает свой сильный левый фланг я играю BC3 далее в партии было AB6 и вот здесь я ошибся я сделал напрашивающийся ход DE3 на самом деле он плохой правильно в этой позиции играть BE5 уже пора так сказать упрощать позицию за белых иначе можно доиграться черные атакуют CD4 побили побили и вот здесь белым надо играть DC3 чуть ли не единственный ход если черные бьют на D4 но в другую сторону бить слабо там будет окружение тогда проводим комбинацию ну здесь возникает форсированная ничья допустим EF4 D5 черные строят колоночку грозят разменяться приходится играть EF2 тогда играют EF6 то есть не дают сыграть AB6 из-за размена приходится играть FG3 тогда черные вылазят центр ну и после хода AB6 они жертвуют шашку и прорываются вперед хотят пройти в дамки приходится шашку возвращать и меняться ну и здесь возникает ничейная позиция это ничья вот так надо было играть за белых в этой позиции я же в этой позиции хода B5 не знал это компьютерные варианты я сыграл D3 это уже ошибка значит в партии Севел отошибся он сыграл B5 вот этот ход ведет к большому преимуществу белых то есть правильно было играть B7 мы его рассмотрим позже здесь белые играют HG3 и у них уже все в порядке в партии Севел снова ошибся B7 этот ход проигрывает он напрашивающийся но он проигрывает то есть черные хотят тут поставить ловушку я естественно меняюсь вот таким образом пытаюсь окружить центр черных и черные играют AB6 ставят несложную ловушку то есть мне нельзя играть GF2 из-за несложной комбинации DC5 Fe5 и черные побеждают ну как минимум у меня в этой позиции был ход CD2 здесь уже комбинация не страшна так как мы размениваем дампу черных ну и возникает примерно равная позиция я же в этой позиции нашел самый сильный ход GH2 я тут думал почти 40 секунд но нашел ход GH2 здесь у белых выигрыш то есть черным надо меняться назад я играю CD2 ну и на ход CB6 играю D3 далее в партии было BC5 GH4 ну если играть DC7 мы этот вариант с вами видели с переменой цвета то есть ну допустим CB6 сюда и у черных закончились ходы поэтому в партии Всеволод пожертвовал шашку вот в этой позиции и вышел в центр я играю HG3 черные поддавливают центром я меняюсь 2 на 2 ну и здесь у меня уже был цитод оставалось около 20 секунд 22 секунды я ошибся Fe3 ведет к ничей выигрывала конечно CD2 и белые постепенно побеждали Fe3 вело к ничей так как черные могли провести несложный удар ну и обе стороны проходят дамки но белые никогда не смогут провести эту шашку в дамке поэтому ничья в партии же Всеволод тоже стал торопиться играть на мой цветнот и не заметил вот этой несложной ничьей такая ошибка присуща многим игрокам то есть если у вас времени много не торопитесь спокойно играйте если вы чувствуете что-то выигрыш или ничья спокойно играйте никогда не торопитесь ну и в этой позиции уже черным пришлось сдаться то есть на такой ход просто идем в дамки и меняемся назад выигрываем а на CB6 просто выигрываем вторую шашку и легко побеждаем вот удалось в легких партиях до матча так сказать тренировочный микроматч выиграть Севода 2-0 а теперь рассмотрим самые сильные планы игры еще раз CD4 HG5 GF4 GH4 FE5 вот такая леталка черная меняется в центр уходим на бортик BC5 BC3 HG7 CB4 CD6 AB2 GF6 BC3 AB6 вот в этой позиции DE3 все-таки плохой ход правильно было уравнивать позицию с помощью плана BE5 я вам уже его показывал вот здесь в этой позиции конечно BE5 слабо играть из-за G3 но все-таки здесь еще у черных была ничья надо было сыграть DC7 теперь после размена у черных есть красивая ничья на CB6 играем CD2 и после размена назад видите бесполезно играть DE3 чтобы окружить черных потому что у черных есть красивый удар ED4 в эту сторону бить плохо так как черные прорываются в дамки а если бить в эту сторону тогда у черных хорошая позиция они играют BE7 хотят отыграть шашку и подавить черных помощью центра здесь есть ничья после GF2 и GH2 а самый точный план мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоши играем GF4 ну на FG5 не страшно просто меняемся ED4 там не страшно а на ход CB6 здесь уравниваем партию очень красиво играем CD4 и на ход B5 следует неожиданный ход GH2 жертва двух шашек после всех разменов у черных уже лишняя шашка только что они были без шашки сейчас уже лишняя но выигрыша здесь у них нет просто делаем ничью за счет центра вот такая поучительная позиция подобной идеи друзья я еще никогда не видел вот то что что называется творит чудеса поэтому в этой позиции DC7 все-таки давал ничью ну и конечно самый правильный план после хода DE3 B7 ход я видел его во время партии опасался его но Всеволод его не заметил значит у белых есть три хода B5 ED4 и далеко не очевидный EF4 рассмотрим их все после B5 черные легко побеждают игра CD4 приходится бить на C7 тогда бьют на B6 после всех разменов черные остаются с лишней шашкой сейчас пройдут дамки и легко выигрывают если в этой позиции белые меняются ED4 вот скорее всего я бы так и сыграл в партии черные снова побеждают они играют EF4 то есть грозят выиграть шашку таким образом у белых есть два хода на ход EF2 следует изящная комбинация FG7 FE5 и черные прорваются на предамочное поле с выигрышем довольно-таки неожиданный комбинационный вариант второй ход возможный в этой позиции это ход BA5 тогда черные побеждают за счет центра игра DC5 надо защищать шашку просто игра от ED6 приходится играть CB4 меняются ну и тут два варианта если белые сразу уходят на A5 тогда черные контролируют шашки C1 и E1 и G1 постановкой рожна ну и после того как белые вроде бы идут в дамки видите дамку-то не поставить никогда потому что она тут же ловится и черные легко побеждают второй возможный вариант это ход CD2 тогда черные побеждают за счет центра ну допустим DC3 CD4 разменялись снова черные занимают центр ну и снова тут видите белым никогда не пройти в дамки ну здесь можно конечно пройти на поле D8 ну здесь черные также постепенно побеждают а ну тут просто дамка ловится да опять нельзя пройти просто дамка ловится и черные побеждают вот такие пироги ну и конечно такой ход я бы в партии не нашел правильно в этой позиции играть EF4 мне бы такое даже в голову не пришло вот здесь ничья в чем идея то есть если черные связывают белых ходом FE5 следуют неожиданные размены в G3 ну и тут два плана игры за черных если они нападают тогда проводим комбинацию HG7 только за счет комбинации позиция белых держится ну и здесь возникает примерно равное окончание черные жертвуют шашку потом ставят дамку ничья второй вариант если черные играют допустим Dc7 когда уже играем GH4 ну и на ход FE5 меняемся вперед то есть грозим подорвать поле D6 а на ход CB6 проводим вот такую комбинацию поэтому черным приходится меняться вот таким образом тогда жертвуем шашку и хотим пройти в дамки тут перехватываем инициативу на размен CB6 хотим снова пройти в дамки ну и здесь уже после размена обе стороны проходят в дамки партия завершается ничей друзья если вам понравился данный теоретический разбор я считаю что он очень полезный для шашистов всех классов начиная от любителей и заканчивая горсмейстерами не забудьте поддержать мое творчество лукасом и подпиской до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках субтитры